Здравствуйте, уважаемые любители крепко-алкогольных напитков! С вами канал Желудок и Печень. Сегодня с вами Сергей и Олег. Давненько на негустацию у нас не было бурбонов. И сегодня мы решили продегустировать американский бурбон штат Кентукки. Вудфат Резерв, 43 градуса, вишка 6-8 лет. Данный напиток у многих, так сказать, алкоблогеров входит в десятку. Многие его хвалят. Многие наоборот, довольно-таки противоречивые. Есть достаточно много отзывов про него, что он как бы вообще не очень бурбон. То-то наоборот его в толпы свои заносят. То есть вот нам стало интересно, и мы тоже хотим попробовать, что это за Вудфорт Резерв. Да, немного истории Вудфорт Резерв. Да, датой основания принято считать 1797 год, когда Лайя Пеппер построил небольшую винокурню в Вудфорде. Дальше он привлек какого-то талантливого, можно сказать, бурбонодела, который подобрал рецептуру. Подобрал рецептуру и практически выиграл там до нынешнего времени, как говорится. Впоследствии винокурня примерно в 19 веке была продана двум товарищам, которые уже дополнили рецептуру, то есть вытаскивали непосредственно и до срывания напитка. Наш поступлением сухого закона, винокурня прекратила свое существование и до нынешнего времени, можно сказать, недалекого нынешнего времени, ничего не производила. Винокурня Вудфорт Резерв, возможно, она в том, как в то время называлась, в 90-х годах, 94-93 год, в разных источниках, по-разному называется, почему-то. Возобновили производство. Возобновили производство данного напитка. И первый напиток вышел в 2003 году. Да, если верить. И из того времени дистиллерию как раз переименовали именно Вудфорт Резерв. Все верно, да. Так что, такая вот история. И в США, штат Кентукки, где в настоящее время находится Вудфорт Резерв, эта территория признана Вудфорт Барком и родиной Бурбонов, если не ошибаюсь. Ну, попробуем. Это интересный напиток. Как обычно, попробуем виски на аромат. Дадим подошвать 5-10 минут, так как это Бурбон. Вернемся к вам. Попробуем виски на аромат, на вкус, баланс. После вкуса поставим оценки, немного поговорим о линейке. Я открыл, мне уже, мне кажется, даже запах такой пошел. Пробка интересная, такая толстая. Да и бутылочка красивая. Только налил, почувствовал. Не касаясь, я тебе говорю, когда только древесный запах прямо бочкой прямо чувствуется сразу при, только при раскупорке бутылки. Минимальная вообще спиртуозность. Сладость есть, но она не такая, вот яркая, допустим, как у Мейкерс, как у Баффало, ну, пацет. Бурбонная составляющая присутствует. Сладенький, да, дает, конечно, конечно, Куэру, задает свое. Мне кажется, она даже каким-то лаком, каким-то столяным припахивает. И бочечка прямо приятная, нежная. Согласен. Дадим подышать напитку. 5-10 минут и вернемся к вам. Дамы и господа, Бурбон подышал. Попробуем на аромат, по вкусу, в вкусе. Тело да нормально, маслянистое, маслянистое. Тело жирно-маслянистое. Жирно-маслянистое. Это может указывать на возраст. Ну да, по идее, чем больше жирно, тем больше выдержка. Возраст дольше должен быть. Присутствует сладость и как ты говорил, столярка. Лак, лак, вот что-то со столяркой. Да, да, да. Что-то в конце. Да, возможно не лак, возможно просто. Ну вот мне кажется, вот именно этим лаком, которым вот что-то, вот мебель покрывает, вот что-то такое. Почечка очень мягенькая, так ненавязчивая. Интересно для Бурбона вкус? Жирненький, не такой сладкий. Да? Вот на вкус мне кажется сладости меньше даже, чем на аромат. Хотелось бы тебе сладости Бурбоновой или нет? Вот знаешь, если по привычке вот так вот сравнивать те Бурбоны, которые мы раньше пробовали, они все довольно-таки сладкие, прям таким, не знаю, а вот в этом нет такой сладости. Ну пустой деревяншки, ярко выраженный. Может это действительно вот у Вудфорда. Возможно именно этим и зашло каким-то алкоблогерам, что вот именно нету вот этой приторной сладости, как у многих Бурбонов. но он среди Бурбонов не на первых местах, но всегда входят в топ-5, в топ-10. Ну вот, скажу свое мнение, очень приятный Бурбон, мне понравился. Я бы тоже, наверное, его вознес топ, так сказать, да? Да, свой топ, скорее всего. Ну немного поговорим о линейке. Вудфорд, вообще, мы видели в продаже только данный экземпляр. Если кто-то видел другой, напишите комментарий к цену, где видели как по магазине. Да, у нас, потому что кроме резерва, ну, я ни на одной полке, ни одного магазина никаких других не видел. Но так-то, однако же они у них есть. Да-да-да, изучив сайт данного напитка, сайт очень интересный, посмотрите. Есть у них очень интересные экземпляры. Это Вудфорд Резерв Кентукки Стрейдж. Данный напиток, который у нас сегодня дегустация, Рэй. Также есть ржаной. Рэй, да? Да, совершенно верно. 51% ржи. Вудфорд Молт это преобладает салат. Салат. Уит или уайт, извините меня за мой английский. Короче, преобладает пшеница и дабл лак. Есть еще также двойная бочка. Выдержка двойной бочки. Ну и конечно лимитированные версии, которые невозможно достать. Которые скорее всего известны только каким-то коллекционерам. Ну, либо гражданам с 160-х Америки. Ну да, скорее всего. У нас их навряд не найдешь. Ну, друзья, мы прервемся. После подведем итог, поставим оценки. Уважаемые друзья, мы готовы подвести итог сегодняшней дегустации. Сегодня у нас на дегустации был Бурбон, Ток-Резерв, Соединенной 60-ой Америки, Кентукки, крепость 43 градуса, выдержка 6-8 лет, хотя на этикетке указано не менее трех. Сергей, что ты можешь сказать об этом напитке? Мне очень понравился этот напиток. Не знаю, кому как. Разногласие мнения, кто-то говорит пустоват, кому-то чего-то не хватает сладости. Мне вот наоборот, вот это нейтральность, что он не такой сладкий. Мне очень понравилось. Приваю тебе. Давай, перед тем, как мы расставим оценки, скажем, сколько стоит этот Бурбон в принципе и за сколько приобретали его. Ну, в целом, примерно Бурбон стоит где-то от трех с половиной до четырех с половиной где-то в этом диапазоне. Больше, да? Ну, больше не знаю. примерно трес-минус где-то так. Три с половиной, четыре с половиной примерно в этом диапазоне. Может, чуть дешевле? Нам удалось взять очень хорошие акции всего за 2499 рублей. Ну, 2500, можно сказать. Все верно. Ну, твоя оценка, Сергей, к данному напитку? Моя оценка твердая, четверочка. Мне Бурбон понравился, зашел. Как бы все мне не понравился этой своей не навязчивой. Ну, отсутствием сладости, что ли, во вкусе. И очень долго держится вот эта бочечка в горле у меня до сих пор. четыре балла ставлю этому бурбону. Я соглашусь с тобой сегодня и поставлю этому бурбону также четверку. На аромат очень приятный вкус средний для меня. Вкуси вкуса хорошая, долгая, колярочка, бочка, вот эта, как и с детства. Не знаю. Вот, твердую четверку данную напитку сегодня поля. Ну, дамы и господа, любители крепкого боли напитков, подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях, какой бурбон лучше Вудфорса, который нравится вам, какой вы пробовали. Мы готовы работать для вас. До свидания. Всем пока.